10% от всех трат на коммунальные услуги. Такая статистика по Кирову. А депутаты предлагают серьезно экономить в этом году на новогоднем оформлении. Эти и другие новости коротко в традиционной рубрике. Далее. Кировская область заняла 46 место в России под дороговизне коммуналки. Выяснилось, что за все коммунальные услуги житель отдает около 10% своих трат. И этот показатель за год вырос аж на полпроцента. Регионам самой дешевой коммуналкой признали Дагестан, а самый дорогой Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданскую область. Там за коммунальные услуги люди платят более 15% месячных трат, а в натуральном выражении как минимум 7 тысяч рублей. Стихийные продавцы оштрафованы на 65 тысяч рублей. Об этом сегодня отчитались в администрации города. В ходе многочисленных рейдов контролеров на места уличных продаж к ответственности привлечены 18 человек. Кроме того, специалисты похвастались тем, что изъяли у нарушителей много весов, столиков и стульчиков, предупредив, что такие же карательные меры постигнуты других уличных торговцев, которые продают там, где не разрешено. Штраф для физических лиц, напомнили, может достигать 5000 рублей. Хоккеисты Родины начали выступление в Кубке России с разгромных поражений. В первом матче с Нижегородским стартом наши хоккеисты не забили ни одного мяча, а пропустили целых 7. Во второй игре с Архангельским водником сумели оформить ворота противника 3 мяча, но пропустили 8. Неудачный старт в клубе объясняет отсутствием должной подготовки к играм. Соревнования группы «Запад» в рамках Кубка России сейчас проходят в Ульяновске. Напомним, в этом сезоне состав Родины серьезно молодился. Из опытных игроков в команде остались только Дмитрий Евтюшин, Константин Поскребышев и Кирилл Юлсуков. Депутаты предлагают в этом году сэкономить на новогоднем оформлении города. По мнению некоторых областных депутатов, на все достаточно миллиона рублей. А по мнению некоторых городских, деньги можно в этом году и вовсе не тразить. Напомним, в прошлом году на оформление города Кирова к Новому году было потрачено порядка 15 миллионов рублей. Но серьезные критики тогда подверглись именно кубы льда коричневого цвета, на который ушла чуть не треть этой суммы.